всем доброе утро посмотрите я насобирала ягодку на завтрак ее сахарком поедим посмотрите какая она крупная в общем всем доброго утра всем отличного настроения начинаем новый влог ребят всем привет возвращаюсь в общем на канал всем привет всем спасибо большое что не отписывались что ждали в общем с возвращения меня сейчас расскажу немного про текущие дела девочки за то время что я отсутствовала у меня к сожалению ломалась стиральная машинка и три недели я стирала на руках пока вот нашла мастера который приехал и посмотрел мне эту машинку ремонт вышел не сильно дорогой где-то в три с половиной тысячи отдала в общем там какая была проблема так как машинка была бы уж на ее уже до этого ремонтировали и как раз полетела то плата которую и ремонтировали то есть она была вскрыта что-то там не делали и в общем как-то не доделали и в общем ее и ремонтировали по новой сейчас машинка стирает все хорошо и надеюсь она меня больше не подведет но у меня зато теперь есть контакты хорошего мастера по ремонту стиральных машинок с мурыськой все хорошо мурыська хорошо кушает гуляет спит и тут на кухне поставили диван ночью она спит у меня конечно же что еще у меня произошло в общем за это время у меня в течение вот последних суток у меня два раза сработал реле сухого хода на насосной станции не могу понять пока почему срабатывает приезжаю с работы срываюсь включая реле насос начинает работать вода есть все хорошо что случается с насосной станции я не могу понять почему она срабатывает вот это вот реле может быть в колодцы вода уходит может быть что-то надо прочистить фильтр не знаю в общем пока не поняла что происходит вот и розочки распускаются посмотрите какая красота девочки у нас же последнее время прям но куда-то стоял совсем прохладно и вот посмотрите даже бархатцы они не хотят свести хотя уже во многих огородах они вовсю цветут но у меня прям даже бархатцы что-то под замерзли смотрите какие цветочки все худысенькие вот эту вот полянку до той травы я косила на прошлых выходных в субботу или воскресенье суббот и вот надо уже по новой все скашивать вот эту всю территорию я под газон оставила и вот здесь вот это вообще в общем вот эта вся сторона у меня будет под траву под газон здесь ничего садить не буду посмотрите какие чудесно а вот это у меня подсолнух они у меня вот тут видите я их вдоль забора немножко рассадила они будут крупные я на дачу такие садила подсолнухи очень красиво вот но не видимо еще вырастут ну в общем вот вот а по эту сторону я высаживала бархатцы но здесь у меня все трава 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 и все и здесь кроме травы я вообще ничего сажать не буду открыла свою грядочку у меня там один перчик оказывается уже есть здесь у меня пять кустиков перцев и 4 оставшихся выживших куста с помидорами надо тоже будет их прополоть обработать я вот в эту теплицу мы ее с братом делали мы сюда высаживали помидор на на кустом 10 и 5 перцев и вот из 10 кустов помидора прижились почему-то только от 4 остальные к сожалению погибли их надо тоже вот обработать они хорошо разрослись убрать пасынки все поубирать итак что я сегодня делала а делала я сегодня уборку возле забора потому что здесь все заросло я всю траву убирала весь репей все в общем убрала здесь начинает спеть и вишни ягодки краснеют птичку мы снимем нет это тут птичка не сниму наверное птичку ну в общем посмотрите какая смородина крупная ягода очень крупная на этом кусту не знаю почему что-то какой-то сортовой куст но ягода очень крупно и вообще все увешано прям смотрите потому что это крыжовник но по листьям вроде смородины вот это вот крыжовник который я показывала и вот здесь ягод я не наблюдаю кстати а может быть тот крыжовник на крыжовник он же не черный я уж не знаю ну конечно у соседа все заросло тут даже ничего не буду говорить в общем все кусты усыпаны смородиной все просто усыпано посмотрите им конечно не хватает солнца потому что сорняк уже очень высокий я вот здесь вот подрубила но конечно это ни о чем кустам не хватает здесь солнца в нижней вот эти все ветки они видите все зеленые и им не хватает вот прям солнышко чтобы они спели но тут я конечно уже ничего сделать не могу и второй куст ну он точно такой же но ему не хватает солнца вот из-за вот этого куста вот такие вот дела девочки тут тоже вот видите ягоды много много заморожу прям свежие наверное даже основную массу буду просто замораживать всю траву скидывала пока что прям вот рядом с кустами пусть она полежит посохнет ну и сорняк здесь пока расти не будет вот этот репей тоже сейчас посохнет я его унесу в конец огорода и так покажу вам свои томаты которые я садила когда полола я обрывала пасынки и потом в инстаграме я показывала что я посадила в отдельную грядку которая у меня была пустая все вот эти вот пасынки ну там пасынков конечно было больше я уже не стала все сажать вот и в общем они за неделю более-менее уже как бы приободрились я бы так сказала принялись я их поливаю зеленым удобрением это для тех кто считает что мне лень сорвать крапиву траву вот видите вот этот вкус он уже весь засох он наверное не сможет прижиться я его еще посмотрю и вместо него посажу уже другой а может быть он адыбается посмотрим так вот для тех кто считает что мне лень нарвать крапивы и травы и замочить это все в ведре с водой то пусть для вас это будет так мне даже нет никакого желания вообще вас в этом разубеждать это ваше право думаете что хотите вот этот вот кустик бодренький ну что-то даже не знаю леточки подсохли конечно ну посмотрим я садила это для эксперимента я хочу посмотреть пасынки общем будут отдельно расти и плодоносить или нет смысла вообще их когда-либо высаживать либо куда-то высаживать сорвем огурчик все достаточно урожая больше не надо три огурца хватит он там еще два будет и здесь хватит нам здесь здесь как-то вообще ничего нет огурцов нет не садовод я не садовод так а здесь что-то вообще нет огурцов это вот вроде огурец вроде как огурец посмотрим будет нет не будет так не будет в общем все но уже за лето собрали хватит сейчас у вики спрошу будет есть но эти огурцы нет помидорки тоже поспевают где-то я тут видела ну в общем помидорки есть вот большущая тоже ну я то помидоры особо не люблю я могу их вообще не есть поэтому максимум что я сделаю с помидорами это я их наверное замороже и всё Ну, может, салат сделаем один раз. У нас кто-то в деревне вот такие подобные покрышки. Вот эту вот резину отдавал за вкусняшки. Ну, и самое красивое на моем участке, это вот эти вот розы. Все, красота, лепота. И мурыська. Посмотрите, вот буквально еще несколько дней назад помидорок не было. А сегодня уже в помидорке. Обалдеть! Посмотрите, как вкус бархатцев хорошо распустился. И вот тут тоже есть маленькие помидорки. Красота прям. Я не успеваю полоть. Я вот вроде здесь полола недавно. Но здесь опять уже все заросло травой. Надо опять полоть. Я в одном месте полю, другое зарастает. В другом пропололо, в третьем заросло. Вот, посмотрите, какой огромный куст. Он, наверное, высокорослый, такой мощный. Ну-ка, посмотрим здесь. В общем, я на следующий год уже решила, что вот здесь помидорки. Что я не буду вот так много ничего сажать. Максимум это будет немножко помидор. Перцы я вообще не буду сажать. Перцы я вообще не буду сажать. Перцы я не буду, наверное, вообще больше сажать. Тут с этих пяти кустов как бы и урожая нету. Одна возня, надо опять полоть. А у этого кустика листики закручиваться начали. Ну, в общем, посмотрим. Так что на следующий год максимум я буду сажать немножечко. Совсем. Это помидорки, огурчики. Картошку я не собираюсь больше сажать. Это вот прям больше никакой картошки. Собирать этот колорадский жук. Колорадского жука я даже не хочу. Цветок распушился, разветвился. Кабачики. Ну-ка посмотрим, будут ли у меня вообще кабачки. А нет, будут. Вот он. Знаете, буквально за несколько дней как-то все так прям выросло. Но много мужских цветков. Этот вот мужской цветок. Я его беру. Вот этот вот. Пустота вот эта ненужная. Вот здесь вот он уже есть, кабачок. Ну, у нас как-то кабачки никто особо не ест. Поэтому даже если будет один кабачок, мне его хватит. За глаза. Вот видите, все уже надо по новой полоть. Ну-ка. Я не вижу, что тут. Есть, нету. Так что, девочки, вот такие мы едоки. Особо не едим. Помидоры я абсолютно могу вообще не есть. Как бы они мне постольку поскольку. И огурцы точно так же. Я за все лето это вот поеду, наверное, на огурцы. Вот свои второй, третий раз все. Я их особо даже не покупаю. Меня не тянет на огурцы, не натянет на помидоры. Поэтому весь урожай пойдет в заморозку. Вот такие мы едоки. Кстати, у меня половина поля просто заросшая травой. Половину я скашиваю траву. Вот здесь вот. Половина у меня там с картошкой. А оставшаяся половина у меня просто вся заросшая травой. Надо ее как-то скостить. Но у меня нет косы. Вот как-то надо, не знаю, купить мне эту косу и скостить траву. Конечно, не хватает очень сильно вот этой мощной бензиновой косилки. Мурся. Вот, но надеюсь, на следующий год я себе ее куплю. Вот эту косилку. И уже буду все скашивать прям подчистую. Чтобы у меня уже была везде ровненькая травка. Вот такие вот пока планы. Насаживать на следующий год я вообще ничего не буду. Я уже сказала. Картошку я вообще не буду садить. Максимум я посажу это немножко помидор. Также вот 3-4 огурца. Вот конусиночка. Никаких больше ни капуст. Ничего такого. Я садить не буду. Кошка носится. По-моему, она сломала одну капусту. Ё-па-на-ма. Ого, батюшки мой свет. Я тут уже прочистила тропинку на той стороне. Сейчас вот тут вот с боков уберу траву. Машкара прям заедает. Прям вообще невозможно. А укусы мошки, они очень опасны для меня. Потому что у меня может быть отек гортани. А они прям как мы зло вот в шею прям цепляются. В общем, очень это опасно для меня. Поэтому много я не буду сегодня находиться в контакте с мошкарой. И надо будет зайти выпить сразу таблетку. Чтобы за ночь отек снять. Вот когда вот эта вот травка, ее как бы легко убирать. Но когда вот этот вот пырей, он уже, видите, короткий. И он уже цветет. Вот это да. У соседей, у всех огороды все заросшие. Ну, оно и понятно. Там никто ни за чем не ухаживает. Эта трава там у него уже вообще полностью меня скрывает. И она еще заслоняет солнце смородине. Смородина не везде успевает поспеть. С одной стороны она вообще стоит вся зеленая. Посмотрите, какие лилии распустились. Это вот один одиночный цветочек, который стоял у меня возле дома. Я его не убирала. Специально хотела посмотреть, что там у меня, какой цвет будет. В общем, лилия у меня распустилась вот таким вот оранжевым. Ну, вы видите ее как желтая. Но она такая оранжевого цвета. Я сейчас покажу еще. И также вот такая вот лилия. Здесь вот видите сколько бутонов. Может быть это все они одним цветом. Ну, скорее всего, да. Поэтому потом буду, когда рассаживать с этого места, уже буду знать, какие здесь цвета. Ну, вот они здесь все, видимо, вот такие. Еще распустились вот эти вот цветочки. Я тоже не знаю, как они называются. Тоже красивые. Отцветает уже роза. Я думала, что они расцветут ближе к моему дню рождения. Но они уже к нему, к сожалению, отцветают. Хотела сорвать себе подарок сделать. Но ничего, они меня радуют. Почти неделю уже. Красота неописуемая. Девочки, я обработала уже картошку от колорадского жука. Жука много. Некоторые кусты прям поедены. И еще покосила траву. Так как я тут говорила уже, что здесь половина заросшая травой, вот я небольшой кусок покосила. Вот. Картошка цветет. А вот джук, кстати, погибший. А трава хорошая. Ой, девочки, нет, все. Посмотрите, у меня вся шея искусана. Все. На сегодня мы закончили. Это у меня все руки. Все поискусанно. Невозможно. Я переживаю больше всего за шею. Все, я пошла пить таблеточку. И уже это. Обалдеть. У меня сейчас вся шея текет. Что хочу сказать. Ну, вот так вот, где-то минут на 30-40 каждый день я выхожу. Ну, и из-за мошкары, конечно же, сделать получается очень мало. Поэтому, в общем, все и зарастает.